Всем добрый день, это проект Редколлегии Читару. Меня зовут Андрей Козлов, я редактор Читару, и сегодня у нас в гостях Владимир Свечников, блогер и человек, который мнение имеет. Мы давно не встречались, наверное, два месяца, что только не произошло за эти два месяца, и Государственная Дума инициировала рассмотрение ряда законопроектов, которые достаточно сильно меняют облик российской публичной власти, и многие из этих законов уже даже приняты, по-моему. Они касаются изменения конфигурации местного самоуправления, изменения порядка избрания губернаторов и некоторые другие изменения, с которыми мы в полной мере столкнемся уже в 2023 году. Мы хотели бы с Володей обсудить все эти истории, но про местное самоуправление мы прям договорились отдельно с Володей поговорить, я думаю, что этот ролик у нас до конца выходных запишется и выйдет, а сегодня мы хотели поговорить о том, что в соответствии с, по-моему, уже даже принятым законом, губернатором сняли ограничения на количество сроков, которые они могут занимать последовательно. Раньше это было два губернаторских срока. Можно я сразу вырежусь, я сразу скажу, что два-то появилось, это не было там при Ельцине, это вот в 2015 году та же самая Дума приняла два, а сейчас в 2021 году, там, шести лет, собственно, ну, шесть лет прошло, и они приняли против, то есть, это значит, какая-то внутренняя несогласованность настолько глубинная, да, у них, они даже не знают, что будет там, ну, понятно, что это новый созыв Думы, там, принял новый закон, но вот начать с этого сразу хочется, что вот это страшно интересно и страшно непонятно, а непонятно и бодрит, как говорят. Слушай, ну, ты немножечко, как бы, язвишь, по-моему, про непонятно, но решение, понятно, не Госдума принимается. Мы его обсудим еще, обсудим еще. Да, но эти решения принимаются в соответствии с текущей политической целесообразностью, с политической целесообразностью текущего исторического момента. В общем, этот закон предполагает, что главы российских регионов получат возможность избираться на свои должности неограниченное количество сроков подряд, а не только два, как сейчас. Есть норма, которая предполагает, что все они будут называться одинаково. Глава. Глава, да? Глава, да. То есть, слово губернатор исчезнет из нашей повестки, ну, журналисты продолжат пользоваться, потому что это удобно, и слово звучное такое. Ну, мы имеем в виду именно законодательство, да? Да. Официально будет глава администрации региона, ну, там, края области. Года через три привыкнем, как привыкли полицию называть не милицией. Ну, да-да. Он только Мениханов хочет остаться президентом, но... Я видел этот спор. Депутаты Республики Татарстан, где по-прежнему президент возглавляет регион, выступили против того, чтобы им запретили называть своего главу президентом. Ну, и у нас останутся губернатор в городах федерального, по-моему, подчинения, да? Ну, тоже. Это, мне кажется, тоже. Да, вот он Собянин. Глава Питера и еще Севастополь, по-моему, город федерального значения. Ну, это, так скажем, для нас, для жителей регионов, это совершенно все несущественно. Глава администрации, губернатор. Хотя я помню момент, когда для главы администрации Чеченской области Равел Фридовича Генеатулина был очень принципиальный момент, чтобы его назвали губернатором. И дали ему возможность назначать не глав комитетов, а министров. И был спор на уровне Чеченской областной думы. Это был случай, когда он дверью хлопнул однажды в зале заседания на Чайковского 8. Я присутствовал при этом. Когда-нибудь Андрей Владимирович напишет книжку про Равел Фридович, ну, и про все вот эти дела той эпохи. Ну, я думаю, лет через 10, да? Это будет бестселлер у нас в крае, поверьте. Там будет очень круто. В общем, тема крайне интересная. Считается, что закон принимается для того, чтобы не было проблем с переизбранием статусных глав регионов. Речь, прежде всего, идет, понятно, о главе Москвы. Сейчас, ну, как правильно называется? Мэр Москвы? Ну, мэр Москвы. Он и будет мэром Москвы. Да, Сергей Собянин. Речь, естественно, идет о главе республики Чечня Рамзане Кадырове. Речь идет о таком очень статусном человеке, который очень давно занимает свой срок. Это губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Дрозденко. Воробьев, конечно же, Московская область. Безусловно. Они, кстати, синхронно, по-моему, избрались. Да, я, кстати, недавно видел Дрозденко вблизи. Он был на вручении премии народной фонтанки. Я был в Питере и сидел с ним за средним столом. Вот. Он, кстати, очень интересный такой политик российский. Давно занимает эту должность. Ну, и так далее. Есть несколько губернаторов, которые считаются статусными, у которых истекает срок полномочий. Журналисты, естественно, уже все эти сроки обозначили. Вот. У Собянина и губернатора Подмосковья Воробьева вторые с момента избрания сроки заканчиваются в 2023 году. При том, что мы же помним, что Собянин, собственно, в 2010 году пришел на это место, а Воробьев вообще... Там же Шойгу какая-то была история. Там Шойгу в какой-то момент стал мэром Подмосковья. В смысле, губернатором Подмосковья. Да, вот когда было очень интересное было. История очень быстро это произошла. И это ставление к Шойгу в Воробьев. А Собянин-то в 2010 году, мы помним, был назначен президент. То есть, по сути, Собянин уже больше... Действительно, у него 40 истекает в 22-м, по-моему, году. Но потому что там... То назначен, то выборы... Его сначала назначили, потом выборы. То перевыборы. Да, там Навальный и все дела. В общем, было прикольно. Но мы же знаем, что Собянин далеко не самый давний. То есть, мы же знаем... Ну, собственно, Валерий Фарич 17 лет руководил регионом. И в том числе были два подряд выборных срока. А все остальное как-то было в разных других статусах. Была Чиньинская область, потом Забайкальский край. Три подряд было срока. Он в 96-м избрался, в 2000-м и в 2004-м. Ну, понятно. Но, собственно, был Алман Тулеев, да, в Кемеровской области, который там... Сколько-то очень долго, как-то совсем, да. Но даже он не рекордсмен. Есть еще более крутые ребята у нас в Белгороде. Этот, как его? Савченко его фамилия. Что-то 27 лет. 27 лет губернатор. С 93-го по вот какие-то там события случились. Да и Тулеев бы до сих пор был, потому что он там теперь, Тулеев, в том же Кемерове сидит в Заксобрании спикером. И точно он был, если бы не сгорела вот эта вот зимняя вишня, или что там сгорела, вот эта вот страшная история. Ну, то есть, у нас истории 20-летнего правления губернаторов – это не единичные и не два случая, это десятки. Ну, то есть, это порядок десяти случаев. И, в общем-то, нашим провинциальным гражданам не привыкать к тому, что у них там сидит какой-то вот зарь бог и начальник областной. Вот. И я, в общем, не вижу, конечно, никакого, ну, такого, какого-то криминала. Я думаю, что вот мы с тобой обсуждаем, а народ-то, в общем-то, и не заметит. А если заметят, пожмет плечами. А что, оказывается, было два срока. Странно. Никто не знал. Вот я уверен, что, ну, 90 процентов нашей аудитории зрительской сейчас, хотя это люди совершенно точно, объективно интересующиеся, да, политической жизнью, какой-то общественной жизнью и так далее. У нас умная аудитория, и то, как они нас с тобой костерят – это подтверждение, да. А я уверен, что они не подозревали про эти два срока. И больше того, сейчас даже некоторые, наверное, взовьются там какие-нибудь кострами сердца пылающих некоторых либералов, таких яростных любителей западной демократии, которые вдруг, что вот попрали, вот какой пример, там, и Путин, туда же, сюда же. Но мне кажется, что это, ну, такая вот, ну, ерунда. То есть, я всё хотел задать тебе, там, ключевой вопрос, что ты про это думаешь, а ты вот уже ответил на нём. То есть, ты думаешь, что это несущественно? Я думаю, что это существенно, если бы, действительно, вся эта, так называемая, демократия на местах работала, вот, суверенная. Но, к сожалению, мы же понимаем, что чаще всего выборы выигрывает тот, кто, ну, губернаторские выборы, да, выигрывает тот, кто уже на данный момент исполняет обязанности губернатора, временно или как-то ещё иначе. Ну, в современной российской действительности. Да, то есть, есть отработанная совершенно модель. Мы, вот, забайкальцы, прекрасно её видим. Собственно, это вот, как началось... Три раза в порядке. Внезапно сняли Рави Фариточа, да, и назначили временщика Ильковского, который потом стал губернатором там, дальше Наталья Николаевна, ну, и так далее. Вот. И эта модель работает, и она работает повсеместно, во всех других регионах тоже. Эту модель, в общем, придумали в администрации президента. И пока альтернатив ей не видно, потому что административный ресурс у нас, пожалуй, решает, а я не сказал бы, что это безволие граждан, но вот какой-то такой лёгкий нигилизм в отношении властей, то есть, и вообще, и не поход на выборы, как гражданская позиция у нас, у многих людей. Я вот такой, я гражданин, поэтому я не хожу на выборы. Тут и идиот, на самом деле. Есть слово идиот древнеримское, которое обозначает людей, которые не ходят на выборы. Собственно, это его изначальное значение. Все серьёзно? Ну, да, да. Загугли слово. Идиот, происхождение этого слова, это вот как раз из латыни. Люди, которые не участвовали в общественной жизни государства. Ну, в том числе, не ходили, не выбирали. У тебя нет подключения контакта. Но, поверьте, я это не выдумал. Это устоявшаяся, в общем, концепция происхождения этого слова. Поэтому, в данном случае, идиотами я своих сограждан называю не с целью оскорбить, а с целью, в общем, сказать, что это давно такая существует практика не ходить на выборы. Ну, дело в том, что на выборы ходят наиболее, скажем так, люди с какими-то... Ну, бабушки почему ходят на выборы и дедушки? Потому что, может быть, уже действительно никаких других возможностей повлиять на что-то. Писать управдому письмо, анонимку уже не работает. Ничего не работает. То, что еще в советское время в газету можно было написать. Да, там утром в газете, вечером в куплете. Не знаю. То есть, сразу же реагировали власти. В чем это было еще? На моей памяти. То есть, в начале 90-х, когда я в журналистику пришел, это еще работа... Если за байкальским рабочим выходила заметка, то все. На следующий день могли снять кого-то с должности. Это какие годы? Это начало 90-х. Это еще остатки последнего от советского времени, когда еще к газетам серьезно относились. Хотя уже тогда, на тот момент, в газетах столько вранья было. Всегда было достаточно. Но в советское время в газетах хотя бы просто недоговаривали, недосказанности было больше. Соответственно, на исходе перестройки началась вот эта совершенно лживая вся пресса у нас была. Насквозь просто поливали это. Сами фантазировали, выдумывали все это, что угодно. Но ладно, не будем отвлекаться в эту сторону далеко. Я про что... О чем, собственно, хочу сказать? У нас народ не ходит на выборы и считает это гражданской позицией своей. Ну, там, понятно, были у них основания. Можно я тебя остановлю? А ты сейчас иначе не остановишься. Во-первых, у меня появился интернет. И действительно, на мое удивление, слово идиот, отдельный, частный, так в древних Афинах называли в частности граждан, не принимавших участие в общественной жизни. То есть, Володя, откуда ты это знал, я не знал. Ну, я перекутал Афины и Рим. Ну, ладно. Так бывает. Я хочу задать тебе вопрос. А ты веришь вообще в смысл так называемых демократических выборов, когда это не назначение вот по этой схеме в Рио выборы губернатор, а когда действительно какие-то выборы происходят, люди выдвигают свои кандидатуры? Ну, слушай, есть отдельные примеры в некоторых странах так называемой западной демократии, когда это на уровне особенно мэров. В Америке, вот, допустим, шерифов выбирают в каждом штате и так далее. В Америке очень много выборов. Там, на самом деле, вот в Швейцарии и в Америке, наверное, больше всего выборов у нас из разных... Швейцария, это, по-моему, единственная страна, где есть настоящая демократия. Да, и референдум. Я не люблю либерализм, но я понимаю, что там это работает. Но там это работает в основном за счет того, что народ вооружен. Как Владимир Ильич Ленин говорил, что дайте пролетариату оружие. И, собственно, в Швейцарии в каждом доме есть шкаф с оружием, причем в том числе с полуавтоматическим, автоматическим. И это во многом все эти кантоны между собой, но там идут референдумы. Несколько раз в год в Швейцарии референдумы. Честно говоря, я вообще не понимаю, почему наша власть не ведет систему референдумов по многим вопросам. Мы уже от своих депутатов за голову хватаемся, что они творят каждый раз. Мы их выбираем, они нам одно обещают, а туда приходят... Я не хочу сказать, что они плохие, что они глупые какие-то, тупые, идиоты. Нет. Вполне адекватные люди в массе своей. Я на выборах работаю, с ними лично общаюсь. Потому, что там есть политическая необходимость. Ты приходишь туда, и ты уже перестаешь принадлежать себе, своим избирателям. У тебя есть партийные интересы, которые... Это понятно. Можно я верну тебя к вопросу о том... Потому, что у нас референдумы, если бы проводились по таким вопросам, сколько сроков у губернаторов, это должны не депутаты решать в Совете Федерации, и не президент с администрацией. Должны как-то народ решать. Такие вещи народ вполне мог бы решать. В конце концов, действительно, это... Хорошо. Я с тобой согласен. И как ты думаешь, мы проголосовали? Слушай, и у нас есть система сейчас... Где у нас все QR-коды. Наша цифровая вселенная госуслуги. Метавселенная наша. Которая, в общем, развивается. Я думаю, что это заранее уже заточено под это. Я предупреждаю, ну, предвосхищаюсь, что именно так и произойдет, что через какое-то время, может быть, не к выборам президента 24-го года, а как раз сразу после них будет введена эта система, когда люди будут онлайн голосовать и так далее. Но и тут, как бы, доверия никакого нет. Все накручивается. Я понимаю. Возвращаясь к вопросу. Как бы ты думаешь, проголосовали люди, если бы их сейчас спросили, вы только за два срока или можно больше? Что бы ответили российские граждане? А я думаю, что в разных регионах по-разному. Серьезно. А там, где у кого это больное место, в том числе и у нас, я думаю, у нас очень многие... Слушай, я уже два года без остановки слышу, что вот-вот Осипов, короче, в отставку будет. Давай остановимся на Забайкальском крае. Если в Забайкальском крае, я думаю, что, кстати, довольно высок был бы процент. Сказали, что два срока. Но у нас еще до второго срока Осипова. Я понимаю. Подожди, послушай меня. Как бы люди в Забайкальском крае, если бы был референдум, ответили с твоей точки зрения на этот вопрос. Можно больше двух сроков или нет? Что бы они сказали? Я бы, думаю, сказали бы нет. Сказали бы нет. Я думаю, что можно только два срока. Ну, это какой-то там 50 с лишним процентов сказал бы нет. Сказал бы. А в масштабах России как ты думаешь? А вот тут не знаю. Тут как раз наоборот, мне кажется, общая статистика бы сложилась, что можно. Хорошо. Тогда бы сказали бы да. Ну, примерно, как на референдуме об обновлении сроков Владимира Владимировича. Слушай, откуда вообще эта тема про два срока? Вот ты же как бы такой вкованый... Слушай, ну вот действительно это придумали депутаты позапрошлого созыва на исходе своего... Не у нас. Вообще в мире. Откуда тема про два срока? Ну, традиция такая. А почему? С чем она связана? Ну, неправда с древнего Рима. Ну, с тем, что типа власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Слушай, у нас реально в Российской Федерации только в 21 веке больше 30 губернаторов получили уголовные статьи. Из них там человек 9 село просто. И сидит там человек 5 до сих пор. Никита Белых, понятно. Губернатор Сахалина, который сел концептуально надолго. Больше 10 лет ему дали. Действительно, люди гребут как не в себя. Зарываются вообще. Ну, ладно, я понял. Это понятный тезис. Мы сейчас его можем с тобой обсуждать три часа. Твой довод такой. Тема про два срока связана с тем, что люди, которые занимают какие-то властные должности, их власть это развращает. Их тоже достаточно быстро менять. Ну, чтобы они не зарвались. Ну, не то, чтобы достаточно быстро. Два по пять – это 10 лет. В общем-то, за 10 лет, если ты ничего не успел сделать, ты, наверное, не сделаешь. Ну, хорошо. А если человек хороший? Ну, вот, слушай, вот я, у меня просто, я, правда, ты с Альфовичем Генеатульным у вас были какие-то должности. Я про это сейчас скажу, да. Но я вот тоже, на самом деле, с ним, ну, каких-то, я не хочу сказать, приятельских. Альфович, ну, вы понимаете, вот о чем я говорю? У нас с вами хорошие отношения, и вы со мной иногда делились такими вещами, какие-то эсайдами, которые, наверное, ну, так вот, не стоило бы журналисту рассказать. Но я это никому не передал. Пока что. Хотя, наверное, ничего там секретного не было. Давай дальше. Вот. Ну, в частности, вот он мне рассказывал, и рассказывал, прямо даже в какой-то момент у него голос задрожал, такой, знаешь, что человеку было вот обидно. Где-то через полгода после того, как его сняли, и он мне рассказывал, что, ну, я же подготовил команду молодых ребят, вот этих всех, которые, которых мы просто воспитали, типа, вот Новиченко. Там целая-целая плеяда молодых ребят. Кстати, тот же Кошелев, он же вот как раз из этой породы. Вот. Вот эти вот птенцы, гнезда Генеатульа у него. Вот. Но их все, практически, ну, пришла новая команда, всех разметала просто, как этот дворник. По-новому метет. И мне было понятно, что обидно. Он хотел оставить наследие. Он сам уже, в принципе, готов был. Хотя он, сравним, он был один из самых молодых губернаторов у нас в начале. Там, в середине девяностых, когда стал глав администрации субъектов. Но вот я понимаю его обиду личную тогда на все вот это. Потому что, ну, действительно, очень многие заделы, которые были сделаны, им потом либо вот новые прибывшие власти присвоили себе, когда результаты, там, через пять лет пришли, тех инвестиций, тех каких-то решений проехать проектных, которые были генеатульинской властью сделаны. А все это присвоили себе Ильковский и Ижа. Вот. Ну, и второй момент, что действительно, когда вот такой молодой, энергичный, не теряющий, ну, ему все-то далеко до пенсии было в тот момент. Сейчас вот, у него недавно день рождения был, Руфеич, поздравляю. Вот. Но он тогда еще был вот в полном расцвете сил, что называется, мужчина там, немного за пятьдесят, который эффективно работал, играл в хоккей, все было очень круто. Его сняли, то есть, по совокупности факторов, а скорее, потому что хотели Ильковского куда-то послать. Ну, возвращайся к вопросу. То есть, когда ситуация такая, что человек хороший, вроде он не ворует, люди его любят, готовы еще избирать. Ну, да. Ну, собственно, я думаю, что Рамзан Ахмадович Кадыров, с которым вот мы тогда тоже общались, он же приезжал тут на поезде, ты, наверное, тоже там присутствовал, да? Нет. А я вот присутствовал. Он в Читу приезжал, он когда его там в каком-то 2007 году назначили, он совершил на поезде такой вот путешествие. Вояж. Вояж, да, встречался с людьми там, со всеми делами. Интересный молодой политик. Но вот он, я думаю, что его будет избираться, ну, овер, вообще бесконечно. То есть, сколько будет, потому что, ну, его там, я не знаю уж это, можно ли это назвать культом Кадырова, но, наверное, можно, что это реально культ личности Кадырова, который, в общем-то, искренен для многих. Люди плакать будут. Ну, это национальные особенности в том числе. Да, национальные особенности в том числе. Ну, и да. И, может быть, именно поэтому, то есть, будет это все принято. А я думаю, что Кадыров вообще согласится, сейчас скажет, да, хорошо. Хорошо. Теперь можно я тоже свое мнение скажу? Я, во-первых, я вообще за то, что мы много раз об этом говорили. Я за то, чтобы губернаторов вообще назначали. Мне вот эта позиция, которая была у Путина после Беслана, она мне близка вообще-то. Вот. Выбираем президента, президент назначает губернаторов, ну, и дальше нужно разобраться с местным самоуправлением, про которое мы отдельно поговорим. Потому что, по-моему, на уровне высшего руководства страны нет единого мнения. Это все-таки местное самоуправление или это просто часть какой-то публичной государственной власти? Ну, сейчас прям реально туда не будем погружаться. Это первое. То есть, я в выборах не вижу никакого смысла. Прежде всего, потому что выборы губернаторские выигрывают в России, да и вообще везде человек, у которого есть или административный, или денежный ресурс. Это или денежный мешок, или это назначенец президента в любом случае. Да, могут быть как бы сбои в системе, связанной с избранием, например, того же Фургала в Хабаровске, где-то, по-моему, еще в Хакасии. В Хакасии коммунист, молодой парень, да. И система не очень это любит, и это исключение скорее из правил. И ладно, это в Хабаровске привело к каким-то одним результатам, в Хакасии к каким-то другим результатам. Но поскольку это все-таки исключение из правил, я думаю, что можно им условно в масштабы государства попуститься. Это первое. Второе. Для меня тема про два срока не очень понятна. И ее, на самом деле, даже в цитаделях демократии вырубают в случае необходимости, как это было во времена Второй мировой войны. Ну, Рузвельт был третий срок. Да, то есть, классический пример, за которым никто в карман не надо лезть. То есть, Рузвельт был люп американцам, и они ему дали третий срок. Я подозреваю, что если бы он дожил там, то ему бы и четвертый срок, скорее всего, дали избраться, и никто бы не был вообще против. Они потом, я знаю, вносили какие-то изменения в законодательство. И пример современного Китая. У них же было вот это про два срока, но появился господин Си. Да, и господин Си получил вечную власть. Это как бы в масштабах Китая, да, это может тоже привести к каким-то определенным потрясениям. Но я думаю, что китайцам лучше знать вообще, как им нужно там, да, например. А то, что касается нашей реальности, я не знаете, задавал вопрос отдельно про Забайкальский край, отдельно про Россию, потому что в Забайкальском крае восприятие этих двух сроков, оно совершенно сильно исковеркано с 2013 года у нас. Совершенно очевидно, что люди, которые бы голосовали у нас, учитывали бы, если бы был такой референдум, учитывали бы этот, на самом деле, очень негативный опыт. Потому, что у нас был Гений Атулин 17 лет. Все очень сильно хотели, чтобы скорее Гений Атулина убрали. Да, очень много было таких. Просто, ну, то же самое, что сейчас в Белоруссии происходит. Они, может, батька и хороший, ну, блин, уже надоел. Да, и все как бы выдохнули, когда назначили Ильковского, и был, я прямо помню этот март 2013 года, это ощущение какой-то легкой свободы, была такая вот в этих политизированных кругах была какая-то эйфория, что-то новое, сейчас мы что-то попробуем. Хотя, как бы, с точки зрения той же коррупционной составляющей Гений Атулина, нечего, во-первых, было предъявить. Он до сих пор в Чите живет. Это, кстати, главный показатель. Чего живет в Чите? Прошло уже 10 лет, все уже поняли, что одна известная российская женщина соврала про дом на Рублевке. Это ложь была, Гений Атулин по-прежнему живет здесь. Это одна история. Во-вторых, можно уже сравнивать, что успел сделать за 17 лет Гений Атулина, вообще-то, да. И что успели сделать его последователи. И у этих последователей возможности не было сделать что-то глобальное, что-то изменить в масштабах региона, просто потому что у них не было времени. То есть, Сельковский у нас там был 2,5 года, Наталья Николаевна еще того меньше. И сейчас Осипов на должности уже 3 года фактически. И я на все на это смотрю и тоже слышу все эти, знаешь, размышления о том, что вот, как ты правильно говоришь, Осипова уже снимают с должности. Буквально сразу после выборов начали его снимать. Год назад уже все, мне все говорили, я вот год назад был в Краснокаменске эти выборы, там все дела. Я помню, у меня там каждый второй Краснокаменск спрашивают, ну что, Осипова, говорят, снимают, да? То есть, там это был прямо слух бродить. Да, и возвращаясь в историю нашей страны, я могу привести всем понятный пример с Иосифом Сталином, который, по-моему, управлял страной с конца 20-х годов, со второй половины 20-х годов до 53-го года. И что он успел сделать за это время? Сколько там было сроков, если мерить пятилетними этими промежутками? Ну, больше 20 лет, действительно, он был полновластным. И он за это время успел построить вторую империю российскую, по большому счету. У него были для этого возможности, у него были для этого время, он был жестоким тираном, безусловно, но тем не менее. И что сейчас может сделать современный российский губернатор, который чаще всего один срок находится на должности, и чаще всего неполный? Он даже разобраться в этом не успевает. Поэтому, если бы меня спросили, что я хочу, я полностью поддерживаю этот закон. Да, он ориентирован на Собянина, на Воробьева, на Рамзана Кадырова, на Миниханова в Татарстане. Да, это так, всем достаточно это очевидно. Достаточно очевидно, что первый человек, на которого это ориентировано, это Собянин, у которого срок полномостия в следующем году кончается. Да, я согласен, таковые издержки. Но я полностью поддерживаю тему про то, что пускай эти губернаторы, если у них есть на это основание, сидят 2, 3, 4 или 5 сроков подряд, и у них будет возможность что-то в регионе сделать. Другой вопрос в том, что сам по себе этот закон ничего не изменит. Этих губернаторов продолжат менять как перчатки. У нас как бы сама суть этой публичной российской государственной власти пока не изменилась. Но, может быть, этот закон какие-то основания для этого создаст. Будь моя воля, но не то, что будь моя воля, я бы хотел, чтобы губернатор в Забайкальском крае как минимум 2 срока хотя бы отработал, а пускай и 3. Как это сейчас выглядит. Многие же априори считают, что Андрей Козлов, он такой оппонент вообще Осипова, что он против Осипова, что он там всегда как титару топит против Осипова. А тут Андрей Козлов прямым текстом сообщает, что он за то, чтобы Осипов 2 срока проработал. Во-первых, Осипов надо понимать, что это не самостоятельная фигура. Я не в пику Осипова это говорю. Любой человек, который будет занимать эту должность, он вписан в систему. Он спущен нам свыше, я понимаю. И любой другой губернатор будет спущен свыше. А если он не спущен свыше, а как-то полубоком залетел туда на эту должность, как там было в истории с Хабаровском или с Хакасией, это чаще всего плохо заканчивается. Для региона не здорово. Да, и для того, чтобы мы получили другие результаты работы губернатора в регионе, нужно изменить систему. А менять-то губернаторов-то можно бесконечно. Поэтому мой посыл заключается в том, что ничего страшного в этом законе нет. Наверное, меня за это раскритикуют. Я считаю, что за Байкальскому краю я все жду, когда же наконец появится человек, который хотя бы 2 срока здесь отработает. Слушайте, ведь он еще интересы читару подрывает. Потому что на каждых выборах читару неплохо зарабатывает. А на выборах губернатора по-разному, но в потенциале тоже неплохо. И вот человек работает просто, можно сказать, против себя. Я шучу, я иронизирую. Я именно подчеркиваю, что у Андрея Владимировича есть своя гражданская позиция личная, которая, в общем, может, даже где-то вступает в противоречие с вопросом зарабатывания денег. В данном случае не вступает, потому что выборы-то никто не отменял у губернаторов. А моя гражданская позиция распространяется еще дальше. Я против выборов губернаторов. Я не вижу у них смысла. И я тебе это здесь, на этой площадке, говорю уже раз в пять. Да пускай их назначают. Мы зачем тратим такие огромные деньги на избрание этих людей? Слушайте, ну давайте их назначим. Не знаю, что там должно произойти, чтобы мы к этому вернулись. Наверное, может быть, надо избрать кого-то в 2024 году, чтобы он потом принял это решение. Я не вижу смысла в выборах ни губернаторов. Хотя я вижу смысл выборов на уровне местного самоуправления. Но мы к этому с тобой вернемся. У нас будет очень интересно. Про местного самоуправления. И обязательно про депутатов в Заксобрании поговорим. Потому что этот закон, я все-таки чуть-чуть анонсирую. Вот этот закон, он вводит новый формат, что губернаторы теперь приравниваются к служащим государственным практически. Да, де-факто. Там де-юро по-другому немножко звучит. Но теперь они не могут дать. Депутаты приравниваются к госслужащим. И теперь, как и губернаторы, они уже не могут иметь свой частный бизнес. У нас в Забайкальском крае в Заксобрании несколько крупных, довольно средних бизнесменов. Половина. Да, половина. И вторая половина тоже бы не прочь, на самом деле, заиметь свой бизнес. Просто не у всех. Это очень спорная история. Я вообще считаю, что человек, который бизнесом хорошо занимается, он может представлять в таких публичной власти... Мне кажется, это знаешь, чему противоречит? Тому, что мы живем в капиталистическом обществе. И странно отсекать от Заксобраний людей, которые действительно занимаются... Мы поговорим, но как мы понимаем, сейчас уже забросили удочку, что, в общем, обойти-то это не так сложно, на жену бизнес переписать. Это какие-то определенные телодвижения, и это всегда, знаешь, возможность этого человека, в случае чего все равно прижать и снести. Я все-таки напомню, что точно тебе нравится этот закон про два срока, а я считаю, что может быть и правильно два срока. Я не очень готов сейчас аргументированно доказать, что два срока – это прямо идеально. Но что-то в этом есть, поверьте. Вот я считаю, что в этом есть. Тем более, я выборы люблю. Мне выборы нравятся, я на них, во-первых, зарабатываю. А во-вторых, я люблю, я считаю, что наш народ должен свое самосознание повышать. Он должен стремиться к тому, чтобы участвовать в общественной жизни, в политической и так далее. И разбираться, и думать как-то головой, и отвечать за свое будущее. Слушай, это твоя точка зрения, она имеет право на существование. Это же такой философский вопрос. Но для Забайкальского края, слушай, пускай хотя бы два срока. Хоть кто-нибудь вообще отсидит два срока. Осипов там два срока. Слушайте, но Осипов тоже меняется. И про это можно еще пять вид коллеги записать. Что там с ним будет после первого срока? Короле играет свита, окружение очень важную роль играет. Осипов тоже смотрит за всем этим, как-то меняется. Но пускай это будет не Осипов, а вот изберется следующий губернатор. Ну пускай хоть он отсидит два срока. А третий срок для Забайкальского края, это такая вообще отдаленная история. Она находится в каком-то страшном темном будущем. И поэтому для нас это в настоящий момент абсолютно неактуальная история. Но в масштабах какого-то среднесрочного политического планирования. Но это достаточно важная история. Я эту тему про снятие ограничений на количество сроков поддерживаю. Володя выступает не то, что против, что-то я не очень... Ну я в общем не против, но я считаю, что как бы получить демократии было бы полезно русский народ, побольше выборов нам и референдумов. Да, но я еще завершаю эту дискуссию. Я ни разу не видел, может быть плохо искал, какого-то прямо четкой аргументации по поводу того, почему два срока. Почему не три. И мне интересно, что условные любители двух сроков скажут про опыт того же Рузвельта, про опыт других стран, которые в случае необходимости эти ограничения отменяли. Ну да, это интересно. Напишите в комментариях. Напишите, вот правда, чего вы думаете, два, не два. Важная история еще про, я обращаю внимание, мы там скользко это упомянули, реальная демократия в том виде, в котором она действительно, наверное, может представляться в том числе каким-то западным людям, это демократия в Швейцарии на самом деле. То есть, они действительно там референдумы проводят по поводу всех ключевых моментов. Ну вот к чему это приводит на территории Швейцарии, можно посмотреть. Другой вопрос в том, насколько к этому готовы другие страны, с другим менталитетом, с другими людьми, с другими традициями, с другой историей, с другим видением того, куда и как это должно развиваться. Володя, спасибо тебе за сегодняшнюю редколлегию, было интересно поговорить. Мы вам обещаем как минимум две темы, они для нас интересны. Это история про депутатов ЗАГСобраний, которые теперь не смогут быть бизнесменами, точнее бизнесмены не смогут быть депутатами. Вторая история про модернизацию системы местного самоуправления, которая с 2023 года, 2022 года заходит в совершенно новый этап своего развития. И там все поменяется. Спасибо вам за внимание, счастливо. Пока.